Здравствуйте, наши дорогие Важичи и Важи! Здравствуйте, друзья и подруги! В этом ролике мы с вами поговорим о Душе человека. Где же она находится? Где обитает в живом теле? Расскажем о близкой связи понятий «река» и «рука». Поговорим о том, какой позвоночник имеет отношение к словам «звон» и «звонить», а также «звать» и «звание». Где человек носит своё имя и почему именно душа на него отзывается? Поговорим с вами о Порванной Вере. Будет интересно. Итак, поехали! В начале нашего сегодняшнего разговора нам бы с вами надо припомнить наш видеоролик «Славяне не рабы». Ссылка на него будет в описании под этим видео. Не всё там так получается до конца понятно. Не очень понятно, что там с Болгарами происходит и вообще при чём здесь Болгары. Так что сейчас по этому поводу что скажу, то скажу. Мы не станем сейчас говорить о Волжской Булгарии, о Дунайской Болгарии, о научной истории Болгар, о всякой фантастике и фантасмагории. Вообще о науке говорить не станем. Займёмся-ка лучше делом. А начну я дело со слова Балык. Слово Балык в русском языке – это не Рыба. Не просто Рыба. Балык в русском языке есть Солёная и Провяленая Рыба. Или, бывает, так ещё называют Копчёную Рыбу. Русские слова Балык и Вялить есть слова одного извода. Но это не всё. Балыком в русском языке называют не любую Солёную и Вяленую Рыбу, а только Вяленую Белугу, Вяленую Севрюгу, Вяленую Горбушу и ещё некоторых Рыб. Причём Балыком называется не вся Рыбина. А так называется только её Хребет-Позвоночник. И всё мясо, что находится рядом с ним. Так называется только Спинка Крупных Рыб. Спинной Хребет Рыбы есть её Несущая Балка. И вообще, Спинной Хребет любого Животного есть его Несущая Балка. Здесь Марка. Уважаемые друзья и уважаемые подруги! Нужно вам напомнить, что в русском языке нет слов, начинающихся на букву В. Перед нею во всех словах обязательно стоят ещё какие-то буквы, которые по разным причинам не читаются. Чаще всего в словах перед нею стоят буквы М и Е. Соединение букв М и Б может читаться как буква Пха, которая во многих и многих словах упростилась в простую букву П. По этой причине слова Балка и Палка есть слова одного извода. И слово Балык может быть словом Пхалык. А слово Пхалык, удивляйтесь сколько хотите, сколько можете, есть сокращение длинного слова Позвоночник. Только не нужно. Я прошу вас, уважаемые друзья и уважаемые подруги, раздражаться или приходить в уныние и неистовство от того, что вы себе представить не можете, как такое может случиться и как такое вообще может быть. И по этому поводу писать нам свои гневные комментарии. Мы и сами в шоке от этого всего. Но я знаю. Знаю, что наше управление русского языка знает, что делает и знает, что говорит. Наберитесь, пожалуйста, терпения, друзья. И они нам рано или поздно скажут, расскажут о том, как всё-таки устроен русский язык. Они обещают. Готовятся. Слово Позвоночник происходит от слова Звоночник с приставкой По. В Ясне Звоночник есть внутренняя часть головного мозга. И к Звоночнику относятся все пустоты в лицевых костях черепа, так называемые лицевые пазухи, пазухи лобные, пленовидные, гайморовые. Все эти пазухи имеют немного разные назначения. Но все они, помимо своих особых назначений, ещё и окрашивают голос человека. Они все придают его голосу неповторимый тембр и окраску звучания. Они придают голосу определённость и своеобразную звонкость. Уважаемые друзья и уважаемые подруги, знаете же, как иногда звенит в голове? Так вот знайте, всегда звенит в голове именно здесь, в этом самом Звоночнике. Но всё это не главное. По-другому часть тела, которую можно называть Звоночник, по-русски называется Душа. Да, уважаемые друзья и уважаемые подруги, да. Мы привыкли к тому, что словом Душа называется нечто невидимое, неощущаемое, бесплотное, нечто невесоимое и неопределяемое. Душа есть то, чего увидеть никак нельзя. И неизвестно даже, она существует или нет. Но вот так. Душой изначально называется определённая часть всякого живого тела. Она отличается от всех других его частей своими свойствами и своим назначением. И она выделяется своим собственным набором настоящих линий тела. Вообще-то ещё марка. Исходно в русском языке не существовало слов, которые обозначали какие-то отвлечённые понятия. Не существовало никаких отвлечённых понятий. Ни по-русски сказать вначале не было никаких абстрактных понятий. Все слова обозначали только существующие вещи. Например, словами Зло, Длина и Смелость назывались вещи, которые можно видеть и некоторые можно потрогать и взять в руки. О Душе мы ещё поговорим. И право поговорим обстоятельно. Ещё не раз к ней вернёмся. Итак. Звоночником называется часть тела, которая вся скрыта в голове. А вот следом за нею идёт та часть тела, которая почти вся видна. К ней относятся нёба во рту, шея и... Вот чуть было не сказал шеи и плечи. Нет, не плечи. Мы сейчас часто называем плечами те места, где люди военные носят погоны. Но нет. Эти места плечами не называются. А настоящее их название и есть. Погоны. Плечами же называются самые начальные части рук. Да, обычно плечо мы называем не верхнюю часть руки, а часть туловища от шеи до руки. Но если вниманием идти от шеи к руке, то сначала следует погон. Затем следует плечо. Плечевая часть руки. Затем предплечье. И дальше кисть руки. Наши предки руку человека считали рекой. А в другую, в правильную сторону, по руке, эта река течёт так. Пальцы. Это маленькие горные ручьи и ручейки. Эти ручьи и ручьи все стекаются, сливаются в ладонь, ладугу, озеро. И затем эта река течёт к телу. Дальше она течёт предплечьем. Ещё дальше она течёт плечом. И, наконец, она притекает к погону. Река впадает в море своей треугольной дельтой. А рука впадает в тело своей треугольной дельтовидной мышцей. И дельтовидная мышца находится перед погоном. А Дельта – это такая буква греческого, то есть жреческого алфавита, который имеет вид треугольника. Если же в слове Дельта русскую букву Д читать как состав букв П и Л, то получится слово Плельта. Вот от слова. Все, ребята, я больше не вывожу. Короче, это было интересно, но... Капасити и слими тут... Способности ограничены. Скажем так. С одной стороны, они безграничены, с другой стороны... Ограничены. Всего 900 подписчиков, а даже меньше 900. 756 подписчиков, но так много. Вот самая... Нифига, что пишут. Да, уже скажу так. Техника безопасности, чтобы крыша не поехала кукухой, отобилие всякого. Есть и такая версия. Более обоснованная, менее обоснованная. Есть и есть. Пусть появится в голове и... Это... Может срастется и появится чем-то за труды? А, ну я понял. Он, короче, проявил принятие. Я уже думал, он сейчас начнёт там. Я не знаю, почему подмышки, подмышка, погоны. Ну, в принципе, ничего доброго. Ладно, что, ребят, так... Всё, мы заканчиваем. И немного передохнуть. Всем спасибо за просмотр. Заведимся в следующей серии. До свидания. До новых встреч.